Как рассказали московские координаторы, программа «Школьное молоко» успешно реализуется в целом ряде регионов. Местные производители поставляют детям свою продукцию, а дети радуются и растут здоровыми. В ответ министр образования Карелии заявил, что в республике не все так просто. Просто говорить о том, что молоко – это хорошо. Кто ж против-то? Вот до появления 44-го федерального закона у нас проблем не было. Мы закупали это молоко в 200-граммовых пачках. Мы его выдавали каждый день, но поэтому появился новый закон. Закон о контрактной системе закупок вступил в силу в 2009 году. С тех пор молоко в карельские школы стало поступать с опозданием. Причем не совсем качественное, отнюдь не местное, зато дешевое. Еще одна проблема – обязательное условие программы – заграничная упаковка. Из-за кризиса ее стоимость сегодня примерно равна содержимому. По словам директора Петрозаводского молочного комбината, себестоимость молока постоянно растет. Конкурировать с южными регионами Карелия не может. Не хочу участвовать в этом. Удешевлять товар за счет изменения состава я тоже не буду. Федеральные координаторы программы с доводами своих карельских оппонентов не согласились. Ну, тот же вопрос есть в том, что в других регионах таких вопросов не возникает. Да такого быть не может. Вам же люди говорят. В итоге участники совещания посоветовали московским гостям внимательнее следить за тем, что происходит за МКАДом. И пришли к выводу – школьное молоко в нынешних условиях удовольствие весьма сомнительное. В настоящий момент в правительстве республики обсуждаются альтернативные варианты. В первую очередь – горячее питание. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Голос. 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 tangэline.